Бывший депутат от Народного фронта Николай Мартыненко, задержанный вчера на БУ, сейчас в Соломенском суде столицы. Ему избирают меру пресечения. Слушания начались только ближе к вечеру, хотя анонсировали их на три часа дня. В ожидании томились не только обвиняемые с адвокатами, но и внушительная группа поддержки от Народного фронта. Что происходит в суде, нам буквально через несколько минут расскажет Александр Васильченко. Он следит за ходом процесса, а пока о том, чего требуют детективы на БУ, чем отвечают адвокаты и как прошли эти томительные сутки для всех участников процесса. Не успела страна отойти от остросюжетной судебно-медицинской драмы на Сириада, как закрутилась новая. В главной роли бывший нардеп от Народного фронта Николай Мартыненко. Задержанный вчера детективами на БУ, сегодняшнюю ночь он провел в СИЗО. А после обеда на бронированном авто Мартыненко доставили в столичный суд для избрания меры пресечения. По словам адвокатов, таких денег у их подзащитного нет. И прежде чем назначать подобный залог, прокуроры должны были бы учесть экономические и финансовые реалии в стране. Если они хотят, чтобы Мартыненко заплатил 300 миллионов гривен, то при этом они должны понимать, что это сумма непомерная для любого человека. Даже очень-очень много. Я не думаю, что в Украине найдется очень много людей, которые готовы заплатить 300 миллионов. В суд поддержать их с депутата прибыли бывшие коллеги по фракции почти все министры, назначенные по квоте Народного фронта. Кроме главы МВД Арсена Авакова и приближенных к нему нардепов, не было, к примеру, Антона Герасченко. Остальная плеяда министра фронтовиков готова вступиться за Мартыненко. Я давно знаю. Это практически единственный человек, который снял из себя депутатские полноважения. Он никуда не пройдет 15 месяцев не текал из Украины. Я считаю, что суд должен был разобраться с этой стороны. Но для этого не обязательно, чтобы пан Мартыненко перебывал в вязнице под арештом. Атом в Украине не переховывался. Поэтому я считаю, что вместе с Народным фронтом, что это правильный выход в ситуацию, расследование должно быть без политического тиска. Если виноватый, соответствующий в суд – нет, то нет. В ответ к закону затримать человека можно только если он втекает или впливает в следствие. Я считаю, что он имеет намерение, и даже не имеет намерение, а он хочет и желает, и будет действовать вплив на свидетельство или уничтожить из Украины. Ущерб, который, по мнению детектива НАБУ, нанес Мартыненко в госказне, составил почти 18 миллионов долларов. Средства якобы были выведены из бюджета одного из государственных горнообогатительных предприятий. Компания, уверяют антикоррупционеры, объявила конкурс на добычу урана, а выиграла его предприятие, не имеющее к этой сфере никакого отношения. Фирма «Австрийская», которая фактически этот уран не выдобывала. И деньги после перерахования с государственного предприятия «Схид ГЗК» были перерахованы на австрийскую фирму, фактически бенефициаром которой есть наши подозревания. Действовал Мартыненко не один, говорят прокуроры, а с сообщниками. Поэтому статья о создании преступной группировки тоже в деле есть. Имеются и два фигуранта. Вслед за Мартыненко задержали первого зама главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Перелому. САП требует для него также содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 100 миллионов гривен. Нардеп Сергей Каплин и вовсе считает в этой цепочке куда больше подозреваемых и настаивает. НАБУ необходимо забрать у первого зама генпрокурора Дмитрия Старожука все дела по команде Яценюка и объединить их с делом Мартыненко. Так как, по мнению Каплина, он засланный казачок от Народного фронта и имеет свой интерес. Елена Митясова, Александр Васильченко. Подробности в телеканал Интер. Субтитры создавал DimaTorzok